Сегодня мы будем готовить шоколадный медовик. Часто такие тортики еще называют торт Спартак, но это не наш вариант. Здесь будет абсолютно другой крем с молочным шоколадом внутри, а коржи будут не твердые, такие забитые какао, а очень нежные, мягкие и тонкие. Ну что, давайте приступать. Это будет чуть-чуть не типичный рецепт медовика, и мы его будем готовить не сразу на огне, а на водяной бане. Поэтому нам нужно взять кастрюлю, куда нальем немного воды. Она будет кипеть, а сверху будут нагреваться наши ингредиенты. Я взяла жаропрочную миску, большую, так как наша масса будет еще пениться, туда добавила мед. Мед нам нужно растопить. Когда мед разошелся, мы добавляем соду. Видите, привычный нам уже процесс. У нас все запенилось, забурлило. Мешаем, мешаем, мешаем. И нам нужно всего буквально минутку помешать. Далее мы всыпаем сливочное масло, нарезанное кубиками. Так оно разойдется быстрее, чем если бы мы закинули сразу целый кусок. Даем маслу разойтись, постоянно помешивая венчиком. Это очень быстрый рецепт. Так что здесь на каждый процесс буквально всего по минутке уходит. Все, видите, масло уже разошлось. Далее мы всыпаем сахар. И добавляем яйца. Теперь мы все перемешиваем активненько, так чтобы наши яйца тоже разошлись, но, конечно же, не сварились. Не нужно держать кастрюлю как-то супер долго. Перемешали, одну-две минутки поварили. И достаточно. Теперь снимаем нашу миску и выключаем плиту. Вот такая смесь у нас медовая с яйцами получилась. И мы сразу же засыпаем туда всю муку. И, конечно же, не забываем о какао. Я беру бельгийско-алкализированное какао. У него очень насыщенный вкус. И видите, какой темный цвет. То есть, если брать какие-то российские сорта, то будет менее интенсивный цвет и уж тем более вкус. Вкус будет у медовика очень-очень шоколадный. Замешиваем тесто. Это можно делать или руками, или силиконовой лопаткой. Тесто будет такое влажновато, но оно не будет прилипать. Видите, я его мну и ничего на перчатках у меня не остается. Вот до такого состояния нам и нужно довести тесто. Теперь мы его накрываем пленкой, чтобы оно не обветрилось. И убираем в холодильник на полчаса-час. Время наше прошло. Теперь мы будем раскатывать тесто и выпекать коржи. Разогреваем плиту где-то на 210 градусов. Теперь мы скатываем одинакового размера шарики. Ну, хотя бы примерно. У меня получается 9 коржей по 140 грамм. Если вам важна точность. Каждый шарик мы приплюснем чуть-чуть. И будем раскатывать. Здесь я абсолютно не добавляю больше муку, потому что в тесте много масла и оно совсем-совсем не липнет. Раскатываю в нужный мне диаметр, которым я буду выпекать торт. Обычно это 18-20 сантиметров. Я делаю, видите, чуть больше, потому что остатки нам понадобятся. Одновременно я раскатываю сразу все коржи. Работаю очень быстро. На каждый корж уходит примерно минута-полторы. Накалываю вилкой, чтобы наш корж не вспух. К тому моменту духовка у нас уже разогрета и я отправляю выпекаться. Все, мы теперь начинаем выпекать. Духовка разогрета. Я выпекаю сразу по 2 коржа. На режиме духовки вверх-вниз. Вот такие коржи у нас получились. Очень шоколадно пахнут. И сейчас мы вырежем нужный нам диаметр. 18 сантиметров здесь прекрасно подходит. Обрезки от коржей мы не выкидываем. Они нам пригодятся в дальнейшем. Я сразу буду скидывать в блендер, которым измельчу для декора. Вот такой корж получается. Измельчим сразу все в крошку, чтобы у нас было все готово и под рукой. Крошка для посыпки готова тоже. Коржи все мы уже испекли. Теперь нам нужно приготовить крем. Для крема я взяла 500 грамм сливок. Мне их нужно взбить в плотную-плотную массу. Взбиваем на умеренной интенсивной скорости, чтобы у нас все не расплескалось. А это может уйти минус 5 или больше. Значит, сливки мы с вами взбили. Добавим туда сахарную пудру и сметану. Нам нужно добавить 500 грамм сметаны. Теперь нам нужно будет взбить еще раз это все, чтобы получился уже более плотный крем. Так как торт шоколадный, то и крем логично приготовить шоколадным. Поэтому я беру молочный шоколад в калетах и прогрею его в микроволновке импульсами по 15 секунд. Каждый раз перемешиваю, чтобы калеты расходились и ни в коем случае не пригорели. Иначе мы просто испортим шоколад. Когда все калеты разошлись, такого состояния будет достаточно. Но ни в коем случае нельзя вливать сразу горячий шоколад. Поэтому чуть-чуть мы дали ему остыть и вливаем в крем. Еще раз все взобьем. И уже окончательно получим наш крем. И можно будет, конечно же, собирать торт. Вы можете, кстати, его использовать и для других тортов, где подходит жидкий крем. Крем я буду отсаживать из кондитерского мешка. Поэтому часть крема сразу туда и перекладываю. Так удобно работать, когда у вас высокая форма и жидкий крем. Итак, мы берем подложку или тортовницу. Небольшое количество крема распределяем с самого низа. Так, чтобы наш торт не ерзал. Собирать буду в высоком кондитерском кольце. Чередую корж и крем. Корж мы положили. Сейчас по спирали буду отсаживать крем. Старайтесь сделать равномерный слой. Затем выкладываем следующий корж. И так до самого верха. Отправим в холодильник стабилизироваться. И теперь снимем нашу форму. Прошло где-то часа три. Сверху и по бокам нужно тоже нанести будет крем, чтобы наша крошка лучше прилипла. Для этого я специально оставила часть крема неиспользованной. Теперь мы можем начать присыпать со всех сторон крошку. Это даст нашему медовику завершенность. Я буду такой специальной лопаточкой это делать. Просто прихлопывающими движениями распределяю крошку до самого верха. Можно также работать рукой или аккуратно ложкой. Вот такой тортик у нас получился. Все излишки мы сейчас уберем. Ну красота ведь! Торт осталось окончательно задекорировать. И больше всего сюда подойдут ягодки. Я буду использовать клубнику. Если вы готовите медовик зимой, то можно использовать какие-то конфеты, те же шоколадные, батончики нарезать. Будет очень красиво. Ну что, самое время разрезать торт. Посмотрим, что внутри. Ножик очень легко проходит торт. Тесто очень воздушное. Вот такой разрез получается. Это один из самых любимых тортов у моих детей. Они всегда просят шоколадный медовик на любой праздник. Вот такой он внутри. Если вам понравилось это видео, обязательно пробуйте готовить. Пишите, что у вас получилось. Делитесь видео с вашими друзьями. Ставьте лайки. И до скорых встреч!